Очередное заседание Думы городского округа состоялось в администрации. Депутаты обсудили 16 вопросов, в числе которых обращение к председателю правительства Российской Федерации Юрию Трутневу об оказании содействия по вводу в эксплуатацию до 2015 года лечебного корпуса с отдельно стоящим инфекционным отделением. Далее подробнее. На очередное заседание Думы прибыло 18 из 20 депутатов. После утверждения регламента народные избранники приступили к работе. Вопросы повестки дня предварительно были рассмотрены на профильных комиссиях. В течение прошедшего месяца. Несмотря на это, обсуждение некоторых из них проходило весьма бурно. Депутаты утвердили итоговый документ публичных слушаний, состоявшихся 22 ноября в здании администрации. Бюджет городского округа на 2014 и плановый период 2015-2016 годов принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять бюджет городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в первом чтении? Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 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 четырнадцать, пятнадцать. Против? Два. Воздержавшиеся? Один. Вопрос принят. Утверждено положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа. Правила землепользования и застройки, предложенные для принятия в первом чтении управления муниципальной собственности, вызвали нарекания со стороны некоторых депутатов. Это означает, что у кого есть лодочные гаражи, где мы храним лодки и так далее, и так далее, значит, да, то это все, значит, будет незаконно. А что же останется, что подразумевается? Это я в клуб, в пляж Терентьево, Бучилино, или же с ним, а вот рядовых граждан, то, что вы сейчас хотите принять, это ничего не останется. Правила землепользования и застройки, они не только во исполнении федерального закона, они нам жизненно необходимы, потому что, вот посмотрите любую деревню, которая сто лет назад проектировалась. Значит, улицы 50 метров шириной, разрывы между домами, скотопрогоны и так далее, мы пользуемся умом наших предков, а сейчас в Шанхае. Везде Шанхае, в которой мы спотыкаемся, ни проездов, ни проходов, колючие проволоки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не принимать правила землепользования и застройки, это прятать голову в песок. Значит, здесь четко и ясно основные положения, четко и ясно, что есть, зафиксировали, все, что новое, все, что новое, оно должно соответствовать принятым нормам. Дума утвердила альтернативный вариант правил землепользования. Проект «Схем теплоснабжения городского округа» вынесен на публичное слушание. Принято положение об условиях пенсионного обеспечения муниципальных служащих. Положение о контрольно-счетной палате утверждено в первом чтении. Срок для внесения поправок установлен до 5 декабря. В заключении депутаты рассмотрели один из самых важных на сегодняшний день вопросов для нашего округа. В течение декабряного периода администрация глава городского округа обращался неоднократно в федеральное медико-экономическое агентство, другие инстанции, органы исполнительной власти Креморского края и органы исполнительной власти Федерации. Но положительного ответа нет. Поэтому есть предложение обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации. И с тем, что в настоящее время медицинское обеспечение жителей городского округа, качество медицинского обеспечения идет в постоянных служениях. Возвращение сокращается, лечебный корпус до сих пор не строится. Городская дума приняла решение обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации Юрию Трутневу с просьбой об оказании содействия в решении вопроса по вводу в эксплуатацию до 2015 года лечебного корпуса с отдельно стоящим инфекционным боксированным отделением. Следующее заседание думы назначено на 6 декабря.